АЛЬФА ЛАВАЛЬ Применяется код давления АЛС. Это значит, что тестовое давление будет больше максимального давления, на которое рассчитан аппарат, в 1,3 раза. Как влияет толщина стенки на эффективность теплообмена? Для того, чтобы это понять, давайте напишем несколько формул. R — это сопротивление теплопередачи. Обратно пропорционально коэффициенту Каффициенту теплопередачи. Если мы распишем, от чего зависит R, то R у нас зависит от теплопередачи первой среды АЛЬФА1, от толщины стенки, поделенной на коэффициент ЛЯБДА, это справочная величина характеристика металла, и от коэффициента теплопередачи второй среды. Если мы возьмем любую нашу спецификацию, увидим, что для каждого аппарата будет пощитка на эффективность Каффициенту Каффициента. Его мы можем подставить в эту формулу. Также мы можем подставить в эту формулу толщину стенки в системе Си и коэффициент ЛЯБДА. Когда мы подставили все величины формулы и произвели расчеты, мы увидим, что сумма коэффициентов АЛЬФА1 и АЛЬФА2 будет в 10 раз больше, чем характеристики, которые относятся к толщине стенки. Это значит, что толщина стенки хоть и влияет на эффективность теплообмена, но в гораздо меньшей степени, чем коэффициенты АЛЬФА, которые влияют на распределение потока по пластине. Таким образом, теплообменные аппараты с толщиной стенкой 0,4 мм соответствуют стандартам по давлению, являются энергоэффективными и экономят ваши средства.